МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МЧС России и сотрудников ГИМС по Хакассии. Обследовать акваторию Красноярского водохранилища пришлось на судне и на воздушной подушке. Из-за огромной территории поисков отыскать льдину оказалось крайне сложно. Было принято решение задействовать вертолет Ми-8 МЧС России, который стоит на постоянном дежурстве в аэропорту Абакан. Авиатехника уже готовилась к вылиту, когда пришло сообщение, что рыбаки обнаружены, сняты с льдины и доставлены на берег. Оба чувствуют себя удовлетворительно и от медицинской помощи отказались. Жители одного из домов в Вершине Тюе объявили войну своему же товариществу собственников жилья, обвинив не только в бездействии, но и в подлоге документов. Люди обратились в суд, в прокуратуру, решили поделиться и с нами. В проблеме разбиралась Юлия Константинова. Жилищно-коммунальную войну жильцы дома по улице Советской, 35, поселка Вершины Тюе ведут не первый год. Сначала, рассказывает, перевес был за администрацией поселка, которая буквально вынудила создать в старой пятиэтажке «Товарищество собственников жилья». Если дом не вступит в ТСЖ, значит, ремонта никакого не будет. Вот такая информация. Хотя на сегодняшний день я, допустим, знаю, что у нас было пять вариантов. Вот такие дома в таком состоянии, ветхие, аварийные, полностью нельзя все взваливать на плечи собственников жилья. Заботы действительно свалились. Во-первых, контроль за ходом капитального ремонта. 15 с лишним миллионов, на которые выделены были по федеральной программе на условиях софинансирования. Я не вижу, как я на деле вот так засыпаю, ухожу так вот. И у меня получается, что я вот это вот больно становлюсь, и я падаю. Глядя на эти кадры, сложно поверить. Средства освоены в полном объеме, все акты приемки руководством ТСЖ подписаны. Безусловно, самая болевая точка – это подвал. Чтобы попасть сюда, пришлось надевать сапоги. Запах, который стоит здесь сейчас, нельзя передать словами. Вышел закон, запрещающий определенного вида лексику. Плюс комары. Они не выводятся здесь даже зимой. Страшно представить, что здесь творится летом. Платить 5% стоимости такого капремонта активисты отказались. Более того, решили проверить, на что потрачены федеральные деньги. А заодно и уставные документы ТСЖ, подлинность которых стала внушать сомнения после поквартирного обхода дома. 35-й дом, квартира 29. Лугачук Григорий Ефимович умер в сентябре 2008 года. Расписался 22 декабря 2008 года за то, что он вступил в ТСЖ. Стало с гроба и воскрес. Таких мертвых душ несколько. К тому же подписи, по словам некоторых владельцев квартир, в документах липовые. Я написала Путину по электронной почте. Пришел ответ, что рассматривается дело. Внимание в сфере ЖКХ сегодня уделяется пристальное. Возможно, явные нарушения дадут активистам шанс выиграть войну с ТСЖ, которые пока не погашены долги, ликвидировать нельзя. И невозможно жить в столь ужасающих условиях. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, 200 Хакасия. А вот директор другой управляющей компании, жилищный трест в Саиногорске, пойдет под суд за растрату более 1 миллиона рублей. Расследование уголовного дела в отношении директора завершено. По информации МВД Хакасии, в ходе следствия установлено, что 43-летний мужчина, будучи директором жилищного треста, находил подрядчиков для выполнения общестроительных и отделочных работ. С ними он заключал договоры, после исполнения которых работы оплачивались в полном объеме. Но затем через другого подрядчика он заключил фиктивный договор на аналогичные работы на тех же объектах, хотя фактически работы уже были выполнены ранее. Со счета о жилищный трест выплачивались денежные средства и обналичивались через того же подрядчика, после чего деньги передавались директору. В итоге с апреля по май 2010 года руководитель жилищного треста похитил более 1 миллиона рублей. В настоящий момент директору УЖК предъявлено обвинение, хотя свою вину подозреваемый не признал. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в ближайшее время материалы будут переданы в суд. Сегодня 27 лет со дней аварии на Чернобыльской АЭС. Начиная с 1986 года, дата, 26 апреля, считается международным днем памяти жертв радиационных катастроф. Сегодня в память о погибших ликвидаторах Чернобыльской аварии в Абакане состоялся митинг. Из нашей родной Хакасии добровольцами ушли 500 человек. Работали, к сожалению, получили смертельные дозы. Сегодня 120 человек уже нет в наших рядах. Эти люди ушли из жизни. Заряжай! Огонь! Эта катастрофа стала самой крупной в истории мирного атома. К ликвидации ее последствий были привлечены около 800 тысяч человек со всего Союза. В результате аварии на Чернобыльской АЭС произошло радиоактивное заражение территории в радиусе 30 километров. Там и сейчас, спустя 27 лет, зона отчуждения. Ликвидаторы, их дети и внуки собрались сегодня в Абакане у памятника жертвам радиации. Вспомнить в первую очередь тех, кого уже нет. Радиация, она невидима. Это не пули, они не свистят. В моем взводе три человека умерло по возрастению сразу. Потом многие из наших ликвидаторов, которые принимали участие, уходили из жизни. В 30 лет уходили, в 40 лет жизни, в 50 лет уходили из жизни. Я сам буквально через полгода после возвращения из Чернобыля попал в госпиталь. Долгое время пролежал в госпитале от Кабницы. Отказали пучки. Сегодня в правительстве республики прошел седьмой совет муниципальных образований Хакасии. В 2006 году местные органы самоуправления объединились в ассоциацию, чтобы вместе решать текущие проблемы и наладить взаимодействие с вышестоящими властями. По итогам года самых успешных руководителей и муниципальных служащих отметили грамотами. Основная задача, которая стоит перед местным самоуправлением, это в полной мере стать финансово самостоятельными и автономными, иметь собственные источники для развития и решения текущих проблем. Большинство муниципальных образований республики научились привлекать дополнительные денежные средства из вне бюджетных источников. Собственно говоря, именно за такую успешную деятельность и награждали глав районов и поселений. Здесь одна из самых реальных форм поддержки – это, конечно же, участие в региональных и региональных программах. Кстати, участие в региональных и региональных программах по 2019 году мы привлечли еще один бюджет. К первоначальному бюджету это плюс 265 миллионов рублей. Ветеран войны Иннокентий Третьяков так и не смог улучшить свои жилищные условия. Участник Великой Отечественной проиграл в суде своей дальней родственнице, которая, по версии следствия, обманным путем получила от ветерана дарственную на квартиру. История началась в 2009 году. Житель Бея Иннокентий Третьяков получил сертификат на улучшение жилищных условий. Поиском подходящей квартиры занялась его родственница Светлана Чернышева. Женщина нашла благоустроенное жилье в Саиногорске и приобрела его по доверенности. Правда, в этой квартире ветеран и его супруга ни разу не были. Участнику войны уже за 90. Он рассказывает, что действительно подписывал много бумаг, но какие конкретно не разобрал. Таким образом, жилье перешло в собственность родственницы. Накануне Саиногорский городской суд оправдал Светлану Чернышеву, обвинения в мошенничестве сняты. Адвокат потерпевшей стороны и прокуратура намерены опротестовывать решение суда. Уже через месяц клумбы абаканских улиц и площадей превратятся в благоухающие природные уголки. А зеленители спецавтобазы ЖКХ высадят около 300 тысяч цветов. Сегодня растения набираются сил в теплицах предприятия. На улице около 15 градусов выше нуля. За дверью теплицы все 25 и даже больше. Настоящее лето. Только в таких условиях растения крепнут и набираются сил. Помогают поддерживать в помещении нужную цветам температуру не только тепловые опушки, но и специальные осветительные лампы. В этой теплице первые посадки начались еще в конце февраля. Растения уже порядком подросли, а питуньи, их в парковом хозяйстве выращивают около 30 видов, уже даже успели зацвести. В этом году мы высели около 300 тысяч семян. Ну и выход планируем рассады около 280 тысяч. Мы заказываем из Голландии, Америки, вот в этом петуни, бархатцы. Все под заказ приходит, мы сеем. Ну ассортимент у нас большой. Помимо прополки, полива, подкормки растений, сегодня в обязанности озеленителей входит и пикировка молодых всходов. Нерассаженных растений остается еще несколько десятков тысяч. Бегоня пикируется, вот тут вот бархатцы пикируются, алисум сидит не пикированный, еще цинерария есть не пикированная. В соседней теплице тоже все утопает в зелени. Сквозь изумрудную листву едва пробивается маленький цветочек лабелия. Это первенец, но в ближайшие недели вся теплица будет благоухать. Контейнеров и ящиков с растениями настолько много, что пришлось строить еще одну теплицу. Сюда перенесут уже готовые к высадке в грунт цветы. Здесь же начнется оформление кашпо. В общей сложности их наберется порядка 1200. Одним словом, в преддверии лета работы немало, но озеленителей это не пугает. Город украшаем. Все высаживается в город. Приятно. Высадка растений в грунт начнется после 20 мая. Важно, чтобы ночные температуры стабильно были плюсовыми. Общая площадь цветочных насаждений составит порядка 3000 квадратных метров. Одними из самых ярких и оригинальных по традиции станут клумбы на Кольце Некрасова, Пушкина, по улице Щетинкина, в парке Орленок. Более того, работники спецавтобазы готовят абаканцам приятный сюрприз – оригинальную клумбу, которую планируют разместить на Театральной площади. Наталья Гармашова, Сергей Казмин, Вести Хакасия. Вектором группы по пропаганде абаканского ГИБДД. Беседу смотрите далее, а прямо сейчас рубрика «Есть мнение» и прогноз погоды. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok